Признаю, что не сразу решился показать вам то, что вы все же увидите сейчас. Но события последних дней и последних недель столь явно подтверждают ценность этого материала, что не оставляют редакции вести неделю выбора. Покажем. Так что прямо сейчас мы представляем вашему вниманию речь американца Джона Фридмана. Он не простой американец. Джон Фридман – основатель и босс, ведущий в США частной разведывательно-аналитической компании Stratfor. Клиенты Stratfor – правительственные структуры США, спецслужбы, крупноамериканские фонды и корпорации. По уровню влияния Stratfor – теневое ЦРУ. Но в отличие от ЦРУ в миру, хоть как-то скованного официальным политессом власти, Stratfor может позволить себе большую откровенность. Мол, частная структура, а директор Джон Фридман – частное лицо. Америка ведь многолика, мало ли, что кто там мелет. Но с Джоном Фридманом не тот случай. Он не сумасшедший. Он очень знающий и очень откровенный. Он точно излагает мировоззренческую реальность, которой как раз и руководствуется США в своей внешней политике. Точь-в-точь, без узоров. Так вот, недавняя речь Джона Фридмана в Чикагском совете по глобальным делам. Собственно, не важно где. Важно, что разговор там был доверительный и некуда. Никто не мямлил. Говорили, как есть. Ни одна страна не может быть вечно мирной. Даже США, я имею в виду США, постоянно затронуты войнами. То есть, США, конечно, мирная страна. Но сейчас постоянно втягивается в войны, поскольку не может быть мирной вечно. Можно подумать, что когда-то со Второй мировой США были мирной страной. В будущем Европа, как мне кажется, не будет вовлечена в большие войны, как раньше. Но Европа вернется к естественной ситуации человечества. В Европе будут войны. Будут и периоды мира. Европейцы будут умирать в войнах. Конечно, без ста миллионов убитых, как в прошлой войне. Но идея европейской исключительности, как мне кажется, приведет Европу к войнам. В Европе будут конфликты, как уже и были конфликты в Югославии и сейчас на Украине. То есть, состояние войны естественное. Значит, и война на Украине тоже естественна. А европейцы будут естественно в ней умирать. Ничего неестественного. Расплата за идею европейской исключительности. И пусть никто в Европе о своей исключительности не говорит. Это Обама считает Америку исключительной. Но Европа все равно заплатит. Какая разница, за чью исключительность? По поводу отношений Европы с Соединенными Штатами. У нас нет отношений с Европой. У нас отношений с Румынией, с Францией и так далее. Нет Европы, с которой у США какие-то отношения. Абсолютное презрение к Евросоюзу. Когда надо, с ним можно играть. Когда не надо, его нет. Но и действительно, не думаю, что любой из президентов США сможет назвать имена хотя бы двух-трех брюссельских чиновников. Это потому, что у США своя желанная конструкция мира. А Евросоюза в ней, как влиятельного игрока, нет. А кто влиятельный игрок? Ислам? Тоже нет. Это проблема в США. Исламизм – проблема для Соединенных Штатов, но не жизненно важная угроза. Нужно им заниматься, но прилагая пропорциональные усилия, не более. У нас другие внешнеполитические интересы. Главные интересы США на протяжении всего прошлого столетия, во время Первой, Второй и Холодной мировых войн, концентрировались на отношениях между Россией и Германией. Ведь объединившись, они становятся единственной силой, представляющей для США жизненно важную угрозу. И наша главная задача – не допустить их союза. Мы и раньше говорили, что сладкая мечта США – стравить Германию и Россию в третий раз. Но сейчас мы слышим об этом своими ушами из Америки. Ведь действительно, Российско-Германский союз меняет расклад на планете. Украину посетил главнокомандующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Он наградил украинского реагирования в Румынию, Болгарию, Польшу и Прибалтику. Так мы готовим Интемерием – Междуморье. Территорию между Балтийским и Черными морями. Концепцию «междуморье» придумал еще Пилсудский. Точно был такой польский мечтатель. В современном же американском исполнении это некий вал на политической карте Европы от Черного моря до Балтики. Препятствие для Союза России и Германии, ослабляющее обоих. Вот США его и строят. Одна незадача – немцы. Немцы и сами не знают, что делать. Им же нужно продавать товары, а русские могли бы покупать их. Для США же первая цель – не допустить, чтобы русский капитал и русские технологии… Нет, немецкий капитал и немецкие технологии соединились с русскими природными ресурсами и рабочей силой в непобедимую комбинацию, над чем США работают вот уже целый век. Козырь США, бьющий такую комбинацию. Линия между Прибалтикой и Черным морем. Германия – мощнейшая экономическая держава, но одновременно очень ранимо и геополитически слаба. Задумайтесь над немецким вопросом в сегодняшней повестке дня. Поставить его мы должны, но не делаем этого, поскольку не знаем, что немцы предпримут. Собственно, вот американская внешняя политика нагишом. Стравливать и управлять. Везде в мире. Будь то в Азии, на Ближнем Востоке или Европе. Геополитически главное – держать Германию. Значит, и Евросоюз на расстоянии, а лучше во вражде с Россией. Как сказал Джон Фридман, директор компании Stratford, теневого ЦРУ. Это аморально, цинично, но это работает.